Добрый день, друзья! Я рад вас приветствовать на нашем последнем вебинаре нашей насыщенной вебинарной недели. Наша вебинарная неделя выдалась в этот раз на славу. И для ее хорошего завершения сегодня как раз будет вебинар, который вызвал повышенное внимание. Я смотрю, у нас сегодня аншлаг. Скорее всего, в середине вебинара будет превышение лимита комнаты. Не так это здорово, конечно, не все смогут посмотреть, но что уж делать. Я хотел бы, как всегда, перед тем, как передать слово текущему нашему спикеру, обратить внимание на следующие ссылки. Да, у нас настолько насыщенный чат, что мне придется их дать заново. Одну минутку. Я пока буду параллельно комментировать. Это ссылки, которые ведут на наш первый из этих ссылок. Нет, все-таки, наверное, сначала, да? Вот так вот. Первый из этих ссылок ведет на наш сайт. Директ Академии. Главная его страница одновременно является и расписанием. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на любой вебинар текущего учебного года, вплоть до июня месяца включительно. Ну и вторая ссылка – это ссылка, на которой выкладываются наши вебинары, записи наших вебинаров. Это наш видеоканал на YouTube, на котором уже более 260 записей вебинаров находятся. Ну и этот вебинар, его запись тоже, как обычно, ведется и будет выложен на YouTube где-то на следующей неделе, наверное, уже. Давайте все те, кто хотят мне сообщить, что не приходят сертификаты, посмотрят в вопросы, я вам там дам информацию о том, что делать. Информация простая, в чате мне не надо про это писать, мне надо на почту написать. Вот, и каждому конкретно, с каждым конкретно я разберусь. И я хочу проанонсировать два наших следующих вебинара. Два следующих вебинара так сложилось, что следующая неделя у нас такая слегка будет отдыхающая, если можно так сказать, отдыхательная. Вот, всего три вебинара, будет они пять, как обычно. Вот, и два из них проведу я. Вот эти два вебинара в понедельник будет наш вебинар, продуктовый вебинар от Директ Медиа, который называется «Артотека искусства от Древнего Египта до России 21 века». И 29 в четверг будет вебинар, посвященный инструментарию работы с учебным контентом. Такой обобщающий вебинар, который будет посвящен инструментам вообще и приемам, многим инструментам и приемам работы с учебным контентом. Вот, вебинар базового уровня, поэтому на него можно приходить, в общем, достаточно смело. И будут, я надеюсь, многие советы, многие инструменты и многие советы по приемам работы окажутся для вас интересными. Ну что ж, у меня на сегодня, ну, в смысле, для начала вебинара все. И я, собственно, передаю слово нашему сегодняшнему спикеру Татьяне Телегиной, вот, для того, чтобы она провела сегодняшний вебинар. Татьяна, прошу. Спасибо, Павел Юрьевич. Добрый день, уважаемая коллега Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Наконец-то мы встретились после долгой разлуки. Рада вас приветствовать сегодня на нашем вебинаре. И для начала давайте по традиции проверим все технические моменты. Хорошо ли видно, слышно, видно ли рабочий стол? Поставьте, пожалуйста, три. Ага, все. Так, постоянные зрители уже знают по три плюсика. А так, сейчас громкость я немножко поставлю повыше, чтобы уж хорошо было видно. Слышно, слышно. Спасибо, спасибо. Значит, по ресурсам. Значит, коллеги, наверху в значок папочка открываем ресурсы, если кто забыл, как это делается. И там есть PDF-файл выложен. УДК – это таблицы в PDF-формате по классификатору УДК, которыми можно пользоваться. Основные таблицы, такой небольшой навигатор, всего на 93 странички. Ну, это вот вам в помощь. Сегодня можно скачивать, забирайте себе. Пользуйтесь на здоровье. По поводу презентации. Презентацию в ресурсы я выложу чуть-чуть попозже, в конце нашей сегодняшней встречи. Ее также можно будет скачать. И также я ее выложу в нашей группе. Также в конце я дам вам ссылочку на нашу группу. Кто еще там не был, заходите. И презентацию я выложу еще и туда. Так что ее можно будет скачать отсюда. Если у кого-то не получится взять из ресурсов, можно будет сделать потом из группы на Фейсбуке. Так, коллеги, хорошо ли слышно, или это только у Надежды Анатольевны со звуком? Хорошо, отлично. Значит, есть ли какие-то проблемы со звуком? Попробуйте в своих настройках посмотреть. Скорее всего, это с этим связано. Запись вебинара, как сказал уже Павел Юрьевич, еще раз повторюсь, она будет представлена на YouTube. Поэтому запись будет у всех. Сертификаты рассылаются. Если какие-то вопросы возникают, пожалуйста, во вкладочку «Вопросы». Ну и если по ходу нашей сегодняшней встречи вопросы тоже будут возникать, пожалуйста, пишите, пожалуйста, во вкладочку «Вопросы», потому что здесь они в чате могут потеряться. И я в конце пролистываю, конечно, чат, но что-то могу упустить не по злобе, а по недосмотру и большой загруженности сайта, ой, сайта, чата. Поэтому, пожалуйста, вопросы лучше во вкладочку «Вопросы» туда. Либо приходите в нашу группу, и можно вопросы задавать уже там. Значит, сегодня у нас с вами вебинар по классификаторам УДК и по такому вопросу, с которым мы достаточно часто, особенно, не знаю, как вы, но мне приходится в последнее время особенно сталкиваться с самостоятельным индексированием статей, требования, которые очень часто при подготовке публикации в те или иные издания, оно звучит со стороны организатора. Предоставите именно УДК индекс для своей публикации. Классифицировать, индексировать ее самостоятельно. Ну, вот поэтому мы с этим вопросом сегодня и начнем разбираться. Почему вебинар-практикум? Потому что у нас будет несколько практических заданий, которые мы будем выполнять. И не только я буду рассказывать, но и вы ручками поработаете. Поэтому на такую небольшую работу настраивайте. Я вам покажу несколько ресурсов, которые позволяют работать и проставлять индексы УДК самостоятельно. И мы с ними поработаем на практике. Ну, лучшая практика – это практика. Это попробовать самому выбрать лучшее для себя, либо сочетание некоторых ресурсов. Поэтому у нас вот такой небольшой сегодня практическое занятие чуть-чуть ближе к концу будет. Я прошу прощения, коллеги. Слишком громко говорить. Связки напрягать не могу. Гриб пока еще не отпустил окончательно. Поэтому иногда буду прибегать к помощи волшебного чая. И за качество звука заранее приношу свои извинения. Ну, технические трудности, что уж поделаешь. Сначала, да, и еще маленькая ремарка по поводу технических моментов. Я буду показывать вам сегодня и рабочий стол, и ресурсы. Я вам покажу со своего рабочего стола. Я достаточно часто это делаю. Поэтому, если вы выходите со смартфона, планшета, пока с рабочего стола не всегда может сработать, имейте это в виду. Ну, расстраиваться не приходится в записи. Все равно можно будет потом посмотреть. Ну, просто вот такая маленькая, небольшое напоминание, что может не сработать. И, говоря о необходимости самостоятельного индексирования статьи, мне вот хотелось сегодня... Первоначальный замысел было рассказать о классификаторах и УДК, и ББК, и поработать с ними. Но потом я поняла, что мы можем просто запутаться в этих классификаторах. И я оставила один УДК. Он... Ну, почему? Потому что чаще всего именно по нему просят расставить индексы. Про ББК не расстраиваемся, не пропадет. Мы либо сделаем дополнительный бонусный вебинар, либо дополнительным образом я сделаю либо видеозапись, типа видеолекции или скринкаста, либо видеостатьи, и эту информацию все равно мы до вас доведем. Так что здесь не расстраиваемся. Есть небольшие отличия, но чтобы вот нам с вами... Да, спасибо, Евгения Юрьевна. Вот про УДК как раз и поговорим. ББК не бросаем, не забываем. Но вернемся к нему чуть позже, чтобы у нас в голове к концу все-таки некая систематизация произошла, а не систематизированная каша. И говоря об этом требовании к индексированию статей, самостоятельному индексированию, с которым мы, если еще не сталкивались, то наверняка столкнетесь, либо кто-то уже сталкивается, то чаще всего мы сталкиваемся с двумя способами. Когда перед нами ставят эту страшную, ужасную задачу составить индекс по УДК. Да, это реально на самом деле страшно. И наша сегодня основная задача, вот этот страх немножечко развеять, не бояться это делать. Это не настолько страшно и не настолько очень уж тяжело и трудно. Если знать несколько приемов, вот которые мы сегодня попробуем рассмотреть и попробовать своими ручками. Несколько приемов, самых простых, самых элементарных. Мы не будем сегодня вдаваться в такие глубокие дебри. И самое основное, вот с чего начать, чтобы вот этот страх развеять. И чаще всего мы прибегаем к двум способам, когда перед нами встает вот эта страшная задача. Либо отдать профессионалам, либо сделать самому. Ну, профессионалам, библиотекарям, вузовские библиотекари, библиографы это делают. Правда, иногда ругаются, слышала я это от коллег, на то, что некорректно составляется запрос на осуществление этой операции. Ну, чаще всего два способа, к которым мы прибегаем. Плюсы очевидны. В первом случае мы экономим время, силу, энергию. Профессионалы знают лучше. Мы не заморачиваемся с этими кодами, индексами и главами валит. Второй способ сделать самому, ну, во-первых, текст своей статьи, если мы говорим о статьях, или своей книге, если мы говорим о монографии, мы знаем, лучше автора не знает никто. И иногда это получается быстрее, чем отдать на аутсорс, отдать профессионалам. Там своя очередь, может быть, пока до нас дойдет, время проходит, мы нервничаем, дергаем библиотекарей, они загружены своей работой. Помимо плюсов, есть, у каждого из этих способов, естественно, есть свои минусы. Если мы отдаем свою статью на индексирование библиотекарям, то мы можем получить неточную индексацию. Неполная информация приводит к неполной индексации. Это связано с тем, что является источником для индексирования документов. И не всегда мы это правило, к сожалению, соблюдаем. Я говорю о преподавателях, сама наблюдала такую картину, когда прибегает студент, бросает на стойку библиотекаря листочек и говорит, вот преподаватель просил проиндексировать статью, срочно надо отправлять, вот нужен индекс УДК, и убегает. Кроме названия статьи, нет ничего. Самое обидное, что нет даже фамилии преподавателя, непонятно, кто эту статью принес. Ну, потом по гневным репликам пришедшего преподавателя через несколько дней стало понятно, конечно, чье это. но вот не всегда бывает достаточно одного названия. Требуется уточнение, требуются корректировки. И, соответственно, индекс можно, конечно, поставить и по названию. Мы с этим тоже сегодня поработаем. Можно. Но насколько он будет точным, это уже другой вопрос. В зависимости от этого, в какой раздел попадет ваша статья в каталоге, и, соответственно, как быстро и смогут ли ее вообще найти ваши читатели. Лучше автора нюансы его текста не знает никто. И иногда вот эти нюансы, которые отражены в самом тексте, они имеют гораздо большее значение и отличаются от того названия, от названия самой статьи. Ну и отсутствие представления о своей читательской целевой аудитории. Вот это вопрос несколько так из области маркетинга, целевая аудитория. Но фактически, да, это важный вопрос. А для кого мы написали эту статью? Кто читатель? Кто ее должен прочитать? От этого тоже может зависеть выбор индекса УДК. Где эта читательская аудитория будет искать вашу статью? Второй способ сделать самому. здесь среди минусов страшно. Не совсем знаю правила и саму структуру УДК. Пытаюсь использовать различные ресурсы. И принцип СИД сойдет и так. Ну и опять же отсутствие представления о своей читательской аудитории. Ну вот эти все препятствия они способствуют в кавычках тому, что мы во-первых боимся это делать, во-вторых во-вторых не знаем с чего начать. Вот мы сегодня как раз эти первые шаги это будут самые простые самые 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 первые шаги, чтобы не бояться это делать. Вот наша основная задача сегодня так. Ну и чтобы избегать этого принципа СИД сойдет и так. Потом это нам же и аукается. Евгения Юрьевна пишет у нас в МГПУ отдел библиотеки над этим работает, присваивает только при личном посещении, но сразу отлично, отлично, да. Так в принципе и должно быть. Так в принципе и должно быть. Это замечательно, что у вас так работает отдел, Евгения Юрьевна, я за вас просто очень рада. Но иногда бывают случаи, когда нам самостоятельно все-таки приходится это делать. Ну и третий путь такой прием третьего пути, сделать самому и проверить уже у профессионалов правильность своего индекса. То есть разговор уже идет предметный. Это знаете, похоже на то, как наши студенты пишут курсовые дипломные работы или аспирант приходит на консультацию к научному руководителю, приходи не с вопросом «А что мне здесь написать?» а приходи уже с хоть как-нибудь готовым материалом, на основе которого и можно вести уже предметный разговор. Ну а для этого надо, чтобы получить квалифицированную обратную связь, надо хотя бы немножечко в этом разбираться и понимать, как это делается. Ну или наоборот отдать профессионалам, но даже после того, как профессионалы заиндексировали вашу статью, не лишним будет взять и перепроверить, посмотреть, может быть, они какой-то нюанс не учли, может быть, они интерпретировали это по-своему. Поэтому, чтобы не было таких разногласий, самые-самые основы, они, конечно, нам нужны. Татьяна Ивановна, НГУ учим студентов определять только ДК. Да, да, отлично, ну вот, уже пошла обратная связь, замечательно. При личном присутствии, да, это совместная работа, ну и знание основ, оно нам, конечно же, не повредит, иначе это превращается, знаете, в такое-то магическое действие, что-то там сделали, и бац, индекс появится. А так мы хотя бы будем понимать, откуда чего берется, ну и на будущее тоже поможет нам сэкономить наше время и силы. Кристина Владимировна, принцип СИД, а сойдет и так, сойдет и так, а первый попавшийся индекс вроде бы подходит, а ладно, пусть будет он, да, это вот при самостоятельной индексации мы иногда вот так вот поступаем, ну и в результате может попасть не в тот раздел. Так, у Надежды Александровны, ой, вопрос, Надежда Александровна, если можно во вкладочку «Вопросы» продублировать, я вопрос услышала, хорошо сейчас по чату отследила, коллеги, вопросы лучше во вкладочку «Вопросы» тоже писать, чтобы потом их можно было посмотреть. Подготовка специалистов по специальности в УЗИ. Так, ну, сейчас мы к этому подойдем. Да, контролировать, совершенно верно, Евгения Юрьевна, контролировать процесс лишним не будет, лишним не помешает. Про историю классификаторов я вас тоже сегодня грузить не буду. Материалов на эту тему достаточно много, но в основе УДК лежит принцип десятичной классификации ДЮИ. Это международная классификация и в России занимается русским УДК, если можно так сказать, Винетим. Что такое индексы? Да, вот в процессе индексирования что такое индексы, зачем они нам нужны, для чего существуют? Ну, понятно, это связано с эффективным поиском информации и в процессе индексирования происходит выражение содержания документа на принятом в библиотечной среде информационно-поисковом языке, то есть индекс это ИПЯ, информационно-поисковый язык. И здесь мы сталкиваемся с двумя понятиями, поисковый образ запроса и поисковый образ документа. И то и другое очень важно для поиска, эффективного поиска информации. Вот результаты перевода содержания документа на информационно-поисковый язык представляются в виде этих двух поисковых образов. Поисковый образ запроса это то, что мы даем, и поисковый образ документа, соответственно, которые должны совпадать, тогда мы получаем нужную для нас информацию. Но это такой упрощенный вариант. И поисковый образ документа, и поисковый образ запроса они выражаются терминами индексирования. Это ключевые слова, формулировки предметных рубрик, различные дескрипторы и классификационные индексы. Вот то, что и есть в УДК. Всякий ИПЯ можно отнести к разряду искусственных языков, к классу искусственных языков, даже если там используются какие-то элементы естественного языка. И, естественно, могут использоваться и слова, устойчивые словосочетания, сокращения, кодовые символические обозначения и классификационные индексы. Все это информационно-поисковые языки. Есть еще такое определение, как поисковые предписания. Это некий алгоритм действий, который нужно выполнить для того, чтобы поисковый запрос и поисковый образ запроса и поисковый образ документа совпали. Как по поисковому образу выполнить запрос? Дальше мы в дебри и в эту структуру с вами не пойдем. Просто для нас важно понимать, что индексы, с которыми мы имеем дело в универсальной десятичной классификации, это вот этот самый информационно-поисковый язык, это искусственный язык, на котором и образ запроса, и образ документа формулируются, и они влияют на эффективность поиска. Конечно, содержание документа можно передать средствами естественного языка, аннотирования, реферирования, но здесь есть тоже свои плюсовые минусы. Плюсы в том, что стилистическое богатство, но с другой стороны и многозначность, то есть неоднозначность интерпретации, по-разному можно интерпретировать. Поэтому и используется то, что называется информационно-поисковыми языками, в частности индексирование, для того, чтобы вот это разночтение, многозначность постараться минимизировать или убрать вовсе. И можно сравнить, раз мы говорим о языках, то можно сравнить это с деятельностью переводчика. Индексирование это как перевод с русского языка, в данном случае, на язык информационно-поисковый. А классификаторы это не что иное, как двуязычные словари. В алфавитно-предметном указателе они переводят с русского языка на информационно-поисковый, на язык классификатора, а в основных таблицах переводят обратно, с языка нам незнакомого, почти китайского, на язык человеческий. Вот это самая простая метафора, по которой классификаторы не такая уж и страшная штука, это просто словарь, которым надо научиться пользоваться и не более того. Задачи индексирования. И само индексирование это операция перевода. Мы никто иные, как просто переводчики переводим с одного языка на другой. Ну и так же, как обычно мы пользуемся в крайнем случае словарями, в крайнем случае гугл переводчиком, также есть и онлайн ресурсы, таких онлайн словарей УДК, которые помогают нам этот процесс сделать более простым. Задача индексирования сформулирована в ГОСТ 759-2003. Система стандартов по информации библиотечному и издательскому делу «Индексирование документов общий требований к систематизации и предметизации». Называется он вот так. Название я вам в чат скину кому необходимо, кому нужно для работы или общего развития. Да, ну вот ссылочка на название здесь есть. Это по по индексации. И здесь в пункте 4.1 сформулирована задача индексирования. Это представление с необходимой и достаточной полнотой и точностью основного содержания документа, а если необходимо, то его форма и назначение в виде поискового запроса с использованием терминов индексирования. Вот это основная задача. Все, ничего страшного здесь особо нет. А вот важно только помнить условия и принципы индексирования. Они изложены в пункте 4.3 того же ГОСТа и еще один ГОСТ есть по индексированию ГОСТ 766 92 система стандартов по информации библиотечному издательскому делу индексирование документов общие требования к координатному индексированию. Вот это название ГОСТа я вам тоже скину чтобы оно у вас было ГОСТ ИСО Ну и третий ГОСТ Кристиана Владимировна да вроде бы нет да вроде бы нет ГОСТ и еще один ГОСТ более более свежий до 2007 года это уже ГОСТ по универсальной десятичной классификации так сейчас я вам тоже тоже скидываю да дополнение возможно это надо смотреть естественно но ГОСТ так быстро не меняются по электронным документам у нас аж 2001 года да до сих пор еще действует устарели 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 все устаревает естественно все устаревает но пока пользуемся тем тем что есть ну вот по универсальной десятичной классификации вот этот ГОСТ 2007 года имеет смысл посматривать основ некоторые моменты сложные моменты и при при индексе возникающих при индексировании они в этом ГОСТе присутствуют поэтому в случае каких-то сложных вопросов моментов имеет смысл обратиться вот к этому ГОСТу 2007 именно по УДК и по основным источникам индексирования что является источником откуда брать информацию вот в 59 ГОСТе как раз указаны условия и принципы индексирования но это было есть и я думаю еще будет долго оставаться несмотря на все изменения это непосредственный анализ документа в 66 ГОСТе то же самое говорится только в несколько более смягченной форме в пункте 2.1 при анализе документа должна быть предоставлена возможность ознакомиться с документом в полном объеме тому кто проводит индексирование именно поэтому библиотекари и библиографы требуют личного присутствия для того чтобы ознакомиться и сам документ не название статьи и даже не аннотацию иногда этого бывает недостаточно а именно сам документ при невозможности исчерпывающего ознакомления говорится в том же ГОСТе необходимо изучить имеющиеся текстовые части документа основные источники индексирования вот здесь они на слайде приведены куда на что обращаем внимание что может играть свою роль при определении того или иного индекса вот все эти части они здесь представлены согласно ГОСТу вот они все здесь есть с документом вроде бы разобрались здесь ничего сложного нет а вот теперь к самому УДК универсальной десятичной классификации структура из чего состоит УДК универсальная десятичная классификация имеет такую достаточно сложную структуру обычно ее делят на три части это таблица универсальной десятичной классификации основные вспомогательные и АПУ но АПУ может быть представлена в двух видах АПУ к основным таблицам и АПУ к вспомогательным таблицам коллеги АПУ это что такое расшифровать можете и конечно библиотекарь у нас здесь есть наверняка смогут напишите пожалуйста в чат АПУ знакомое понятие если кому-то не знакомо поставьте пожалуйста минусик ничего страшного здесь нет просто мне понять да 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 алфавитно предметный указатель ага да у кого-то у кого-то минусик проскочил кто-то кто-то наверное промолчал не стал ставить да так же как в систематическом каталоге здесь принцип такой же организации да и к систематическому каталогу есть алфавитно предметный указатель который помогает нам ориентироваться внутри систематического каталога если мы говорим о библиотеке и внутри самих таблиц если мы говорим об УДК да спасибо отлично коллеги супер 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 знакомая вещь поэтому вот здесь в УДК очень удобно сделано есть два АПУ да два АПУ один к основным таблицам а второй к вспомогателям и что входит в состав этих таблиц очень коротко по структуре мы с вами пройдемся а потом я вам это покажу еще эту штуку как правило в основную таблицу входят понятия специфичные для отдельных областей науки техники искусства обладающие только присущими только им особенностями а вот основные почему десятичные классификации вот 10 основных разделов вот они здесь представлены перечислены да и все подразделения по отраслям более уже детально внутри разделов идет деление в индексах основной да вспомогательные таблицы их еще называют таблицами общих и специальных определителей вот туда вынесены повторяющиеся какие-то понятия общие моменты для всех или многих разделов которые могут применяться внутри одного раздела либо могут применяться внутри одного раздела и за счет вот этого можно комбинировать и составлять свои индексы эти понятия присоединяемые к индексам из основной таблицы уточняют их содержание либо форму либо вносят необходимые нюансы поэтому их вынесли в отдельную структуру вспомогательных таблиц они могут быть присоединены ко всем индексам основная таблица в здесь отражены различные области знаний общий раздел нулевой сюда входит в основном наука в целом информация письменность культура журналистика библиотечное дело библиография музейное дело и этот раздел трактовался автором основательной десятичной классификации как вводный раздел к схеме в целом то есть это действительно общий раздел гуманитарные науки группы классов в начале и в конце основного ряда это первый третий философия логика психология религия политика экономика и так далее и классы седьмого по девятый искусство история география филология а вот математика и группа естественных наук занимают относятся к двум классам пятый класс это пятый или шестой класс тесно взаимосвязаны между собой и при индексировании следует ориентироваться при выборе индекса это может вызывать затруднения здесь ну такое простое правило можно использовать что пятый класс отражает вопрос теоретического характера исследований общих законов химии биологии физики а шестой раздел это прикладные науки это уже техника медицина и так далее это уже вопросы практического использования этих законов их воплощения в сельском хозяйстве медицине техники и так далее да вопрос у нас был где юридические науки в троечке в общественных науках а надежда николаевна спасибо надежда николаевна уже ответили да право юридические науки это у нас сидит в троечке и вспомогательные вспомогательные таблицы таблицы определителей здесь перечислены только здесь перечислены только основные на самом деле их чуть чуть-чуть побольше определители языка это классификация языков соответственно если у нас источник на каком-то языке мы обращаемся к этой таблице определитель народов близок к языковым определителям да отличительный символ определителей языка это знак равно ну вот в примере здесь указано определители народов близки к языковым определителям но чтобы не путать с языком ставится перед и знака равно и после самого индекса ставятся круглые скобочки это обозначение национальности этнических групп народностей и так далее определители формы достаточно часто мы это можем использовать если говорим у нас был там по-моему вопрос близко про подготовку про учебные издания отличительный символ ноль в круглых скобочках и служат для классификации документов вот этих определителей форм других источников по форме и характеру изложения это статья отчет учебник патент справочник и так далее имеются обозначения для географических карт материалов даже для трехмерных изображений можно найти в этом определителе формы достаточно много представлены там информации определители места ну это географические географические определители применяются для индексирования публикации где требуется географическая конкретизация или какая-то более-менее точная локализация не всегда это бывает возможно сделать особенно самостоятельно достаточно точно но хотя бы примерно локализацию указать для этого можно использовать определители стран политико-административное деление это с четверки по девятку перечни там различные стили океанов морей гор рек бассейнов стран местности и так далее и примеры примеры здесь приведены как это будет выглядеть и что это обозначает что это означает да за счет присоединение к нашим основным индексам вот этих общих определителей оно позволяет нам более детально проиндексировать наш документ какие какие используются в основном знаки УДК при индексации есть УДК вообще обладает таким богатым набором различных символов знаков и основное назначение это фиксация отношений которые существуют между понятиями отраженными в самом документе и для того чтобы создать правильный образ документа знаки присоединения это знак плюс читается И или плюс и он сразу нам показывает что в документе есть две а может быть и более независимых друг от друга темы или две формальных особенностей документа этот знак применяется для соединения как основных индексов так и определителей и достаточно часто он может использоваться если речь идет например исследование чего-то в США и Канаде и вот это исследование чего-то мы будем по основной таблице а в круглых скобочках мы должны указать с вами да вот по таблице определителя места мы должны указать место что это происходит в США и Канаде и вот как в этом примере внизу Лондон это его индекс соответственно мы смотрим в таблице определителей места индексы США и Канады и записываем оба этих индекса вот так же в одну квадратную круглую скобочку и ставим между ними знак плюс то есть мы показываем для каких местностей это исследование проводилось знак присоединения обладает свойством обратимости это значит что индексы со знаком плюс можно писать в любом порядке например напишем мы 73 плюс 71 или 71 плюс 73 и так и так мы можем написать США и Канада Канада и США знак присоединения применяется во всей УДК знак распространения или касая черта он показывает диапазон от и до вот это он предназначен для сокращения записи и сохранения некой логики наверное деления при обобщении ряда последовательных индексов может получиться так что наша статья относится к может быть отнесена к нескольким индексам в таблице следующим друг за другом а единого общего родового индекса нет то есть укрупнить не получится и для того чтобы поставить знак распространения важно убедиться что во-первых нет чужого по содержанию в этом промежутке индекса что тематика нашей статьи действительно относится ко всем этим индексам и никакой чужой в них не закрался чтобы он там у нас не проскочил иначе мы не можем использовать этот знак и можно ли это общее содержание вот этих индексов промежутки объединить в качество в качестве на новое родовое понятие общее если это можно сделать то мы этот индекс используем если нет то лучше лучше не надо могут находиться два индекса рядом но по содержанию не соотноситься друг с другом знак отношений двоеточие вот этот знак используется для отражения любых связей между понятиями и за счет его использования можно возможности удка увеличивать так как любой индекс из любого раздела можно в случае необходимости привлечь для детализации любого индекса из любого раздела вот это вот 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 этот индекс называется составным но в нем все-таки присутствует некая неопределенность и вот это значение реверсивности при прочтении можно либо толковать по-разному что в информационно-поисковом языке в общем-то нежелательно и здесь допустимая инверсия значит что часть составного индекса можно менять местами например международный арбитраж там между Францией и Италией идет индекс международного арбитража потом в скобочках указываются две страны индекс двух стран Франции и Италии вот их можно записать либо 44 двоеточие 450 Франции Италии либо наоборот 450 двоеточие 44 Италии и Франции если здесь важно обращать внимание меняет ли это возможная инверсия смысл документа влияет ли на его содержание или нет если если нет то не страшно можно оставлять двоеточие если при перемене мест слагаемых сумма значения у нас все-таки изменится тогда лучше использовать знак отношений необратимым двойное двоеточие он используется для закрепления определенного порядка двух или более компонентов элементов составного индекса и применяется тогда когда индекс случае если нам вот этот нужно закрепить именно вот эта последовательность и ни в коем случае менять местами нельзя дальше я вам сейчас покажу к чему это может приводить и последний знак который тоже часто используется это квадратные скобки используется в сложных и составных индексах и за квадратную скобку выносится тот определитель который присваивается двум и более индексам которые у нас участвуют в работе ну такой пример приводится по-моему в гости 2007 года ну такой очень хороший наглядный пример патенты на радиоприемники и телевизоры вот он индексируется следующим образом берется индекс на радиоприемники оказалось бы здесь две совершенно разные темы радиоприемники и телевизоры да это две разные темы поэтому используем еще знак плюс пишется индекс для радиоприемников потом плюс индекс для телевизоров все это берется в квадратные скобочки а единственное что их объединяет это патенты и вот обозначение что это патент формы документа выносится за квадратную скобочку и пишется в круглых скобках один раз вот это позволяет тоже сократить количество записей длину записи и составить достаточно правильный правильный образ документа мы сразу видим что это патенты относящиеся к двум темам и две темы у нас здесь представлены ну и примеры индексации судостроение лондона соответственно да когда индексируем чтобы правильно подобрать индекс есть такой хороший прием который работает разделите название на составляющие части на составные элементы судостроение лондона у нас есть лондон у нас есть судостроение что для нас важнее судостроение где в лондоне вот мы уже увидели сопочиненность соответственно ищем судостроение вот он индекс здесь есть и затем по вспомогательным таблицам ищем место лондон все индекс есть достаточно быстро добыча нефти в условиях песчаных пустынь что у нас есть у нас есть нефть у нас есть добыча нефти конкретизируем это мы ищем в основных таблицах и в условиях песчаных пустынь ищем в таблицах В вспомогательных таблицах место обозначения песчаных пустынь. Вот он наш индекс. Но так как это вспомогательная таблица, то, естественно, мы это ставим в круглые скобочки. Где это? Мы это взяли из вспомогательной таблицы и указывается в круглых скобочках. Все, вот он наш индекс составлен. По двоеточиям. Вот вам пример. Обещала показать, показываю. Такая алхимия УДК. Что с чем сливать и в каком порядке. И что получится в результате. Например, у нас есть литейные цеха. Мы ищем в таблицах. Есть два индекса, под которые подпадает наша тема. 621.74 – литейное производство технологий и способа оборудования. И 658.2 – сооружение зданий и средств производства. В данном случае, как бы мы ни записали, так или иначе, вот она, инверсия. Здесь существенного значения на содержание документа, либо такой, либо другой порядок, не оказывает. То есть смысл не меняется. Можно и так записать, можно и так записать, страшного не будет. Но опять же, это только автор может решить, будет здесь страшно или не будет, зная суть своего документа, нюансы своего документа. И принять решение. А вот другой пример. Есть два индекса – геодезия и искусственные спутники Земли. Вот здесь может зависеть, в каком порядке мы эти индексы сольем. Вот смотрите, если вот так, то это у нас получается спутниковая геодезия. Геодезия важнее, главнее. И, соответственно, какая геодезия. А вот второе значение, если мы запишем вот так, 629.783, а потом 528, то это уже будут геодезические искусственные спутники Земли. Вот посмотрите, совершенно другой акцент, совершенно другой смысл появляется, совершенно другая статья, совершенно другой аспект. Поэтому в зависимости от того, что для нас важнее, спутниковая геодезия или все-таки геодезические искусственные спутники Земли, это на первом месте, вот этот порядок лучше и закреплять двойным двоеточьем, для того, чтобы инверсии не происходили. Иначе может поменяться смысл статьи. И вот этот нюанс, на который, даже когда вы проверяете свои индексы, обращайте внимание, в правильном ли порядке они стоят. Потому что двоеточие, оно показывает отношение предметов друг к другу. Например, 17, двоеточие 7 – это у нас идет взаимоотношение этики и искусства. Этика по отношению к искусству. А если мы их поменяем местами, то получится 7, двоеточие 17 – это взаимоотношение искусства и этики. Уже искусство на первом месте, этика уже на втором. То есть могут поменяться вот эти акценты статьи. Это может не совпадать с тем содержанием, которое вы как автор в эту статью заложили. А эти нюансы лучше вас как автора не знает, естественно, никто. Поэтому на эти моменты имеет смысл обращать внимание. Индексы по философии, культурологии. Так, Надежда Александровна у нас пишет. Философские дисциплины, философия, культура не всегда с этим соглашаются. Надежда Александровна, здесь вопрос опять же по содержанию. Как у нас здесь спутниковая геодезия или геодезические спутники Земли. Поэтому здесь надо с авторами смотреть, что здесь. Если содержание их работы подпадает под философию культуры, то да, если нет, тогда надо с этим разбираться. Поэтому правильно делают коллеги, еще раз порадовали меня сегодня, что при личном, только при личном обращении и только в совместной работе. Но вот эти нюансы, они и выясняются. Иначе мы вот в такие будем попытать моменты. Какими ресурсами онлайн можно воспользоваться? Есть несколько ресурсов, достаточно хороших. Возможно, кто-то ими уже пользуется. Возможно, кто-то нет. Вот я их вам здесь привожу. Списочек ресурсов, которые мне понравились. Очень-очень такие интересные вещи. И мы с ними, я думаю, сейчас парочку вручную пощупаем, и парочку заданий попробуем поработать с этими ресурсами. Ссылку в чат нужно кидать, коллеги? Если ссылки на эти ресурсы кинуть в чат, я их вам тогда сейчас продублирую и скину. Ага, хорошо. Значит, так, вот эта ссылочка на полные таблицы. Так, вот раз ссылочка. Да, и в группе я обязательно их тоже продублирую. Они у нас там будут. А вторая, третья ссылочка, вот эта, там, где циферка 107, это таблицы в формате PDF. PDF – это то, что у вас лежит в ресурсах. Она, в принципе, есть, но я вам ее еще раз, пожалуй, на всякий случай скину. Если вдруг у кого-то не получилось скачать из ресурсов, можно взять отсюда. Так, еще один онлайн УДК – это вот здесь. И еще один ресурс. Вот этот ресурс, который я вам сейчас скину, это очень интересная такая, такой простой, но очень… Вот эта последняя ссылочка помогает находить нам индексы по ключевому слову. Если обычно… Я смотрела много ресурсов, там в основном сами таблицы и идет по шифрам, по индексам. А вот этот последний ресурс, он позволяет осуществлять поиск по ключевому слову. Естественно, в каждом из этих ресурсов нет… Пока я еще не видела такого исчерпывающего ресурса, вообще я даже сомневаюсь, что он существует. Потому что сами таблицы УДК – это более 10 томов. Все ли они использованы в вот этих онлайн-поисковиках, в онлайн-ресурсах, вот, честно говоря, затрудняюсь ответить, то есть насколько они полно отражают. Может быть и нет. Но попробовав вот разные ресурсы, вот это вот сочетание, вот этих трех ресурсов, это мне понравилось больше всего. То есть они позволяют действительно более точно находить необходимое. Давайте я вам тогда их сейчас покажу, эти ресурсы, и мы попробуем с ними прям даже поработать. Сейчас я начну трансляцию рабочего стола. Нили Валентиновна идет, по-моему, работа над четвертой версией. Так, коллеги, посмотрите, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, плюсик, если видно страничку, страничку сайта, такая оранжевенькая страничка. Ага, отлично. Если из гаджетов у кого-то может не запуститься. Вот, вот этот поисковичок, который я нашла на одном из сайтов, помогает осуществлять поиск по ключевым словам. Да, вот поиск индекса по ключевым словам. Это достаточно бывает удобно, когда у нас есть только тематический запрос, есть только название нашей статьи. Например, набираем там слово «нефть». Есть у нас слово «нефть», и вот он нам дает результаты поиска по запросу «нефть». Вот все разделы, где… вот они, все индексы, где упоминается слово «нефть». Соответственно, если… и мы можем выбрать то, что относится к нашей тематике, нашей статье, уж свое содержание, своей статье мы, наверное, худо-бедно, но узнаем. Гиперссылки, соответственно, можно открыть, да, он дает детализацию. Единственное, что вот видите, что произошло, что здесь неудобно. С одной стороны, удобная штука действительно позволяет быстро хотя бы сориентироваться, где это искать. Что у нас там искали? Право, да? Сейчас попробуем. О, как много! Даже слева направо нам выдал, да? Везде, где есть это слово, либо составная часть этого слова. И вот, пожалуйста, право на пособие, на долю доходов. Вот они, законодательная правовая помощь, собственно, вот право, вот, 34. Помните, юридические науки кто-то у нас спрашивал и искали, говорили, 34 индекс. Да, вот он, вот 34 индекс, пожалуйста, вот оно, право в целом, а дальше пошло разделение. Да, вот она пошла детализация, где везде, где есть слово «право», он вот это вот нам сразу выводит. Вот вам международное право 341. И далее. Вот сколько много у нас по праву, оказывается, есть. Кто у нас печалился по поводу отсутствия юридических наук. Минусы здесь. Если мы хотим вернуться назад, здесь неудобно устроена навигация. Видите, я вернуться назад не могу. И поиск он здесь осуществляет только по одному ключевому слову. Попробуем вот так. Юридические науки. Вот мы ищем юридические науки. Видите, он пишет «ничего не задано». А слова «юридические» – да, вот он их нам ищет. Здесь есть вот такие ограничения в этом поисковике. Вернуться назад очень трудно, не совсем удобная навигация. И только одно ключевое слово можно ввести. Но для быстрого поиска будем учиться формулировать ключевые слова запроса из одного слова. Но, тем не менее, он достаточно быстро нам выводит вообще весь перечень всех разделов, где это слово встречается. Вот это удобная вещь. Ей удобно пользоваться. Единственное, что неудобно с навигацией, не очень удобно, если у нас такой идет расширенный поиск. ДК слева. Вот, давайте попробуем, давайте еще что-нибудь попробуем найти. Нет, нет, видите, слева у ДК оно не работает. И здесь вот с навигацией, да, вот эта вот проблема, она есть. Назад по странице тоже вернуться проблематично. Ну, ничего страшного, ничего страшного нет. Надежда Александровна, о, хорошо, что заглянула в чат. Крым. Давайте попробуем. А вот интересно, правда, Крым найдет или нет. Бокрым способом. Значит, смотрите, еще один момент. Это поисковик не по всем таблицам УДК. Вот видите, мы ввели с Надеждой Александровной. Да, да, мокрым, мокрым способом. С Надеждой Александровной мы попробовали ввести слово Крым, и вот он нам что выдал. Вот единственное, что, ух ты, Крым-сагыст, не знаю, что это такое, но единственный Крым, который он нам здесь выдал. Ну, да, все остальное здесь не относится. Поиск, еще один нюанс, поиск по основным таблицам. А вот это то, что мы вводим, это относится все-таки к вспомогательным таблицам. Еще один ресурс, который показываю. Вот этот, универсальная десятичная классификация. Что здесь удобного? Ой, нет, сейчас я вкусное отложу, но потом. Вот еще один ресурс, который достаточно часто встречается в качестве рекомендуемых ресурсов для поиска иерархии УДК. Здесь более удобная навигация, можно уйти. Что у нас? Вот, кто у нас искал юридические науки? Вот они, пожалуйста, здесь. Более детальная, кстати, представлена основная таблица с основными... Да, вот, единственное, что ей очень удобно, она смещена в левый экран, не передвигается. Да, вот здесь. Ну, ничего. Более детальная представлена основная таблица, соответственно, искать проще. Вот наше право юридические науки. Вот мы ее открываем. Вот пошла детализация, которую мы можем досмотреть дальше, соответственно, есть гиперссылки. И здесь примечание, если что-то исключено... Так, посмотрим. Да, вот, видите, здесь в примечаниях тоже по гиперссылкам можно переходить. Да, где можно смотреть детализацию уже по нашим индексам. Вот, если что-то исключено, то здесь тоже в примечаниях это указано. Здесь есть разделы, где очень много исключений. И здесь более удобная навигация. Соответственно, можно вернуться на шаг назад. Можно вернуться сразу на главную страницу, на основных таблицах. Вот это тут более удобно. Но здесь поиска по ключевому слову, увы, отсутствует, его здесь нет. И третий ресурс. Ну, опять же, смотрите, что здесь есть основные таблицы, но нет тех самых вспомогательных. Вспомогательные можно найти вот здесь, третий ресурс, наукопро.ру. Это, по-моему, первая из ссылок в чат, которую я вам бросала. Да, обращайте внимание на многих ресурсах, и здесь в том числе иногда внизу, где-то там наверху рекламные строчки выскакивают. Ну, с этим уже ничего не поделаешь. Константин Иванович, оперативно-розыскной деятельности нет. Хороший запрос. Поищем вашу оперативно-розыскную деятельность. Но, опять же, название статьи. Приходите в группу, поищем всем миром. С сервером Виктория Юрьевна. Да, это скорее что-то, что-то, слава тебе, Господи, меня пока не выбрасывает. Обычно, если проблемы с интернетом, первый выбрасывает меня. Вот этот ресурс, вот это очень классная вещь. Вот вам, пожалуйста, вся структура УДК. Часть первая, основные деления, основные разделы УДК, вот они. Плюс АПУ к основным разделам УДК, алфавитно-предметный указатель. Опять же, облегчает поиск. Ну, вот тот самый поиск по ключевым словам. Правда, там быстрее. Ну, вот здесь тоже, да, есть АПУ. И вот здесь как раз есть вспомогательные таблицы УДК. Вот они. Их гораздо больше, чем мы рассматривали на слайде. На слайде мы смотрели только самые часто используемые, часто применяемые. Обратите внимание, вот сюда, на таблицу общих определителей и знаки соединения, вот то, о чем мы с вами говорили, более подробно вот здесь тоже рассмотрено в этих таблицах. И таблицы специальных определителей. Если общие определители вынесены вот в эти вспомогательные таблицы, то специальные определители, они, как правило, сидят внутри разделов в основной части, в основных таблицах УДК. И вот здесь вынесен вот такой вот справочник, таблица специальных определителей, которая помогает в них сориентироваться и поставить, выбрать нужные определители, если это необходимо, опять же, исходя из наших потребностей, содержания нашей статьи. И алфавитно-предметные указатели к вспомогательным таблицам. Вот то, что нам помогает в них ориентироваться. И это вроде бы плюс. Это вот такой вот полный ресурс со всеми вспомогательными. АПУ давно искала. И вот держу эту слуху как зенец око. Очень-очень много. Мало ресурсов, именно такого полного характера. Коллеги, если где-то найдете еще такой же полный ресурс по структуре УДК, большая просьба, пожалуйста, поделитесь в группе на Фейсбуке. Я ссылочку скину. Это очень важная, очень нужная вещь. Хорошо иметь один ресурс, но если их несколько, это все-таки подстраховка на случай чего. Не дай бог пропадет, как мы тогда жить будем. И вот он, что у нас место. Место – общий определитель. И Е – алфавитно-предметный указатель. Давайте посмотрим, есть у нас здесь наш Крым или нет. Да, вот здесь, когда открываете, опять же, обращайте внимание, вот иногда выползают вот эти кракозябли САЙС-2. Это никакого отношения не имеет к УДК. Это программерские баги. Это уже вопрос к программерам, тем, кто писал эту программу. Вот у нас здесь это вылезло. На это внимание не смотрим. Так, ну вот, к сожалению, вот только сегодня это вылезло. Вчера работала нормально без вот этого, без этой беды. Ну, у всех свои достоинства, свои недостатки, что уж тут поделаешь. Давайте посмотрим. Крым. Есть ли у нас здесь наш Крым? Вот, есть. Есть. Кто у нас искал Крым? Надежда Александровна, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Простите, прощение, если перепутала. Вот, Крым. В круглых скобочках 477.75. Есть. Крымская область. Крым. Вот. И сразу республика Куба. Кубанский край. Пожалуйста, вот, 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 прям дальше. Дальше можно уже не ходить, можно прям брать то, что есть здесь. Вот мы по АПУ с вами и нашли. Индекс 477.75. Вот, пожалуйста. Ну, предмет нам, алфавитно-предметный указатель к вспомогательной таблице места нам, нам помог, нам в помощь. Вот такие вот три ресурса, которые. Украинский Крым. Ага. Да, Наталья Эдуардовна. И Крым, и Кавказ, и Крым. Да, здесь надо смотреть. Ну, Надежда Александровна, что пока есть в УДК? Пока есть. Пока изменения в Костах, к сожалению, не всегда поспевают за изменениями в политической обстановке и ситуации. Ну, значит, будем выкручиваться, что же делать. Но главное, что он есть. Вот такие вот три ресурса, которыми можно пользоваться, которыми очень легко пользоваться. Ну, и время у нас с вами подходит уже к концу. Мы с вами часик, час уже прошел. Давайте небольшую тренировку с этими ресурсами сделаем. Ссылки я вам в чат скинула. У кого есть возможность, пожалуйста, прям переходите. Открывайте эти вкладочки, держите их под рукой. И одно маленькое задание мы с вами, пожалуй, сейчас попробуем сделать. Используя эти два ресурса. Поиск по ключевому слову и вот этот большой со вспомогательными таблицами «Наука.Пром» ресурс. Значит, вот такой источник у нас с вами есть. Учебное пособие для университетов по налогам и сборам в России на языке МОКШа. Как его заиндексировать? Значит, сразу в указатели не бросаемся. Во-первых, подсказку я вам здесь оставила. И первое, с чего вообще стоит начинать, когда мы занимаемся индексацией, это выделить вот эти, разбить вот этот запрос, вот это название на ключевые моменты. Какие ключевые моменты у нас здесь в названии есть? Давайте-ка прямо в чате все вместе это сейчас сделаем. Какие основные? Кстати, Иванович, найдем вашу оперативно-розыскную деятельность. Так, МОКШа. А, подождите, подождите. Давайте все ключевые моменты выделим, а потом уже посмотрим, как их искать, в каком порядке. Что здесь самое существенное из названия? Давайте вот прям кусочек выделим. Да, налоги и сборы – раз. Второе. Россия. Да, где налоги и сборы? В России. Это к содержанию документа имеет отношение. Потом, что у нас важно? Учебное пособие – это форма документа. Вот в УДК это называется форма документа. То, что мы в библиографическом описании пишем в сведениях, относившихся к заглавию, да, двоеточие, отделенное пробелами, и дальше пишем учебник, учебное пособие, хрестоматия, налоги и сборы – раз в России, два – учебное пособие для университета, три, и четвертое – это язык МОКШа. Вот четыре элемента. Вот в таком порядке мы их и ищем. Попробуйте найти, используя вот эти два ресурса, найти индекс, составить индекс для вот этого издания и запишите его, пожалуйста, в чат. По вспомогательным таблицам мы здесь ищем две вещи. Первая – это Россия, нам нужен индекс, да, и язык МОКШа. Ну, вот это две вспомогательные таблицы, к которым мы обратимся. Остальное мы ищем по основным. Воспользуйтесь, можно для упрощения поиска воспользоваться поиском по ключевому слову и по вспомогательным таблицам. Подсказка у вас есть. Не МОшка, Лариса Ивановна. МОКШа. Буквы вместо не перепутались. Поиск, вот этот первый ресурс, поиск по ключевому слову, он по вспомогательным таблицам не ищет. Да, да, МОКШанский. Есть, есть, есть. Давайте, ну, сейчас у нас 16 минут, буквально 4 минутки для того, чтобы написать индекс в чат. Кто найдет, первый правильно составивший индекс получит бонус. Ольга Александровна, можно? Ольга Александровна, можно? �변, а, да, да. Угу. Ты, ты. Ты, ты. zean Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот вам, пожалуйста, как разные специалисты по-разному могут провести индексацию одного и того же документа. Опять же, мы не работали с автором, мы не знаем всех нюансов, у нас есть только название. И мы делали только самый первый шаг для того, чтобы... Да, очень длинный индекс Татьяны Леонидовны... А вот у Натальи Владимировны получился короткий индекс. Вот смотрите, открываю секретный код. Продолжение следует... 336.22. Это прям вот название раздела «Налоги и сборы». Прямо налоги и сборы. 470 – это «Россия». Это по вспомогательной таблице место. Мы посмотрели или по АПУ. 075.8 – это учебники, учебные пособия для высшего образования, для университетов. А дальше мы просто добавляем индекс языка. Знак «равно». Это тоже вторая вспомогательная таблица языка. 511.152.2 – это обозначение макшанского языка или язык мокша. Специально взяла. Уж не стало там суахили или какой-нибудь хинди брать. Что-то поближе к нам. Вот получается индекс. Все элементы на месте, все элементы, особенности и формы документа 0.75.8 мы указали, и указания на местность, и основные таблицы, и язык – все у нас есть. Все на месте, все спокойно, этот индекс можно подавать. Значит, смотрите, при самостоятельной индексации можно, конечно, углубляться в детализацию. Другой вопрос – надо ли? Нужно ли это? Может быть, действительно, обойтись в 336.22? Вот основные компоненты нам все-таки пришлось добавлять для того, чтобы создать правильный образ, приближенный к реальности образ документа. Да, согласна, кто-то у нас из коллег сказал, что процессы библиографии, индексирование – это процессы библиографии, это процессы индивидуальные, действительно, творческие. Самое главное – сделать первый шаг, не бояться работать с этими таблицами. Мы сегодня попробовали и посмотрели, что это действительно просто. Мы за 3-4 минуты нашли индекс для нашей статьи или нашего пособия. Достаточно быстро, легко. Да, может быть, приходится задействовать не один, а несколько ресурсов, но что уж поделать, ничего страшного в этом нет. Наоборот, появляется такой поисковый азарт, если что-то не находится. Значит, про оперативно-разыскную деятельность, крик души. Кто у нас писал? Сейчас наверх уже не залезу, не увижу. О, уже пошла помощь от Натальи Павловны. Оперативно-разыскная работа, можно поставить 3-4-3-13. Кто у нас с оперативно-разыскной работой страдал? Коллеги, напишите, пожалуйста, я просто боюсь сейчас с отчеством напутать. Напишите, пожалуйста, нам в группу, и мы с вами этот вопрос можем. Там совместные работы, да? Ага, спасибо, Надежда Ивановна. Да, Константин Иванович. Ага. Коллеги, я вас еще призываю в нашей группе, пожалуйста, если возникают вопросы в рамках вебинара, мы, естественно, все не можем охватить. Возникают какие-то конкретные вопросы. Кто-то страдает, не может совладать с индексами. Что-то рассыпается, нужна помощь. Причем часто бывает, нужна срочно. Вот сегодня у нас прямо такой, как принято говорить, социальный конструкционизм, взаимодействие слушателей уже между собой, уже пошла такая взаимопомощь, без которой нам просто не выжить, не справиться. Поэтому я вот вас приглашаю в нашу группу на Фейсбуке. Если возникают, коллеги, если возникают трудности, не сидите, не мучайтесь в одиночку. Приходите в группу, задавайте вопросы. У нас все люди очень доброжелательные, очень много профессионалов и готовых прийти на помощь. У кого есть время, тот, конечно, откликнется и поможет, и подскажет. И все вместе мы скорее найдем решение, чем будем пытаться это делать в одиночку. Ну и плюс я туда еще нашу презентацию я вам разместила для скачивания. Ее можно скачать. Там еще несколько заданий у нас есть, разных заданий. Кстати, кто-то спрашивал про студентов. Пожалуйста, можно использовать эту презентацию. И еще такие тренировочные задания. Можно брать, например, для обучения студентов ДК. Вот самые простые, самые шаги, которые превращаются в такую игру. Они здесь тоже в этой презентации есть. Мы все просто с вами не стали пробовать, а оставили их сюда. Так, сейчас я посмотрю во вкладочке вопросы, что у нас здесь осталось. В индексировании определения УДК в российской... Анна Семеновна, по разнице УДК в Российской Федерации, Республике Беларусь, честно скажу, не видела, сталкиваться не приходилось. Но вопрос интересный, вопрос интересный. В группу напишите, пожалуйста. Очень интересно. Хотя мне попадалось как-то рекомендации Беларусской библиотеки. Они как раз использовали ГОСТ УДК вот этот. Наш. УДК вообще-то это международная система. И, в принципе, различий быть не должно. Для того она и создана. Она очень техническая информация. Татьяна Ивановна, отлично. Всегда затрудняюсь в УДК индексации по таким темам. Подготовка специалистов по специальности такой-то. Например, психология в УЗИ. Значит, смотрите. Либо идем от направления. Сначала берем направление подготовка специалистов, а дальше уже ВЗИ. Но опять же, самый источник. Надо просто посмотреть, как он звучит. На что там главное в теме? Будет ли у нас психология на первом месте? Или у нас будут вопросы образования? Этнопедагогика. 37. Соотношение. Надежда Александровна, очень интересный вопрос по поводу этнопедагогики. Давайте посмотрим. Да, правда, интересно. В принципе, да. У меня дополнение к УДК очень нужно к тебе найти. Надежда Александровна, попробуйте посмотреть вот это Наука.Про. Один из ресурсов, который мы сегодня смотрели. Скорее всего, в специальных определителях. Вот там, в таблице, может быть. По географическому административному. Надежда Александровна, с Крыма мы уже посмотрели. Ой, ГПНТБ не ответили. Ну, вот то самое. Не успевают, скорее всего, коллеги. Делайте пока по географической принадлежности, потому что ГОСТа очень неповоротливая система. Очень быстро они не меняются. Татьяна Валерьевна Бабич спрашивает. Будет ли вебинар по библиографическому описанию? Будет. Татьяна Валерьевна, будет. Совмещенный вебинар, по-моему, 2 апреля. Надо будет уточнить у Павла Юрьевича. По-моему, 2 апреля у нас стоит сдвоенный вебинар по библиографическому... По составлению библиографических описаний и библиографических ссылок. Мы его сдваиваем, потом он будет идти немножечко подольше, 2 часа. Опять же, самые простые вещи мы здесь будем разбирать обязательно. И, Татьяна Валерьевна, если есть какие-то, да, и коллеги, кто на вебинар по библиографическим описаниям собирается приходить, большая просьба, пожалуйста, вопросы либо в личку мне пишите на Фейсбуке, либо, что еще лучше, в группе на Фейсбуке. Прямо я сделаю такой пост «Вопросы к вебинару». И все вопросы лучше заранее задавать туда, так чтобы мы на вебинаре могли бы, например, по ним пройтись. Потому что иногда бывают очень сложные вопросы, и сходу приходится прерывать вебинар и уходить немножечко в сторону. А может быть, там мы их и решим. Поэтому, пожалуйста, вопросы вот туда пишите. Индексы, да. Надежда Александровна, ничего не поделаешь. Вот, кстати, по устаревшим индексам, если они исключены из УДК, вот в тех ресурсах, которые я вам показала, и в PDF-файле, который для скачивания есть, там эти особенности, они изложены. То есть если это индексы устарели и исключены из УДК, то здесь это в ресурсах, как правило, уже отражено. Либо указано, вместо чего нужно смотреть, вернее, где надо смотреть, либо просто указано, что эти индексы устарели. Если они устарели, то, конечно, нужно их менять, изымать. Ну, используют, Надежда Александровна, а куда деваться? Конечно, используют. Что ж, что ж делать? Так, УДК Крым по географической принадлежности. Насколько подробно... Вот, Надежда Александровна хороший вопрос задает. Насколько подробно и нужна детализация? Не всегда. Не всегда. Если мы делаем для статьи и делаем это самостоятельно, может быть, даже не стоит закапываться в такие глубокие дебри. А потом, опять же, вспоминайте закон о рассеянии информации Брэдфорд. Кто ваша целевая читательская аудитория? Если это узкие специалисты узкой направленности, тогда да, тогда подробную детализацию, конечно, делать нужно. Они будут искать более детальным поиском и в более узком ядре. Если это для всех студентов, для преподавателей, и нам интересно, чтобы как можно больше людей нашли нашу публикацию, и она ориентирована на них, то, может быть, слишком глубокой такой детализации делать не следует. Опять же, не забывайте про свою читательскую целевую аудиторию. Вот это то, что будет давать и обоснования для более глубокой или неглубокой детализации. Страноведение, ага, я... Да, они всегда соглашаются. Ждем вебинар по ББК. Запрос принят, Татьяна Валерьевна. Хорошо. Обязаны ли научные журналы печатать статьи с обязательным упоминанием у ДК? Какая ответственность предусматривается за несовведение этих правил? Константин Иванович, если есть в требованиях журнала периодического издания индексацию по УДК, это требуется от авторов, это делается для поиска. Не совсем поняла про ответственность. Кому? К изданию или к автору? Ну, если автор не исполняет требования, то статья не будет опубликована. К изданию надо читать требования. То есть для чего они это делают? Либо для формирования поискового образа документа и используют это для поиска вашей статьи в тех же самых электронных, например, каталогах, архивах и прочем. Это один вопрос. А свой УДК-журнал, он обязательно у них печатается. Печатать статьи с обязательным упоминанием УДК. Это надо смотреть в условиях издания. Публикуют они их или нет. В принципе, должны расспрашивать. Будем ждать. Пожалуйста, Лилия Валентиновна, крик души услышала. Проведем вебинары по ББК и библиографическому описанию. По ссылкам тоже. Библиографические описания и ссылки вместе. А по ББК мы просто сделаем отдельно, чтобы у нас сегодня... УДК с ББК не перепуталось сначально. С помощью шифров УДК требования ГОСТов. Ольга Александровна. Полям этих поставных убежных... Требования не столько ГОСТов, Ольга Александровна. Вопрос идет о реальном поиске информации с помощью шифров УДК. Да, систематические каталоги. То, что шифр статьи может отличаться... Это вот наш сегодняшний пример. Библиография... Дело индивидуальное, поэтому может отличаться. Задача, чтобы не слишком отличалась. Систематические каталоги же у нас строятся. Те, которые используют УДК, они строятся на основании шифров. Соответственно, там и ищем. Их используем. Зарубежные журналы. Да. Да. В каждой библиотеке свой индекс УДК. Да. Не всегда может совпадать с журналом. Согласно. Шифру для темы преподавания дисциплины Зоуги Киена Бузи. Ага. Вопрос хороший. В группе обязательно отметим. Звук пропадает. Запись вебинара будет, Наталья Алексеевна. Да, очень хороший вопрос, Ольга Александровна. Кстати, да, вот требования по УДК выставлять шифры есть в журналах. Соответственно, мы к этому вынуждены прибегать. Поэтому мы вот сегодня самые основы основ. И с вами смотрели, как выполнить это требование. А электронное издание, например, сейчас идет присвоение индекса ДОИ. И в основном поиск осуществляется по ним. Хотя и УДК, и ББК тоже прописываются. Ну, электронным изданием, например, применяется индекс ДОИ. И поиск в основном осуществляется по нему. Поэтому, да, вопросы есть вопросы, согласно Наталья Александровна, и будут. Но раз есть требования, значит, его нужно удовлетворять. Что же делать? Поэтому и учимся самым простым, самым основным вещам. Во втором примерно равно. Так, ну, вроде по вопросам мы с вами прошлись. Лариса Петровна, спасибо большое. Стараюсь, несмотря на жуткую простуду. Надеюсь, не очень страшно сегодня было. По авторским знакам, Елена Александровна. Я думаю, что по авторским знакам мы скорее совместно с ББК проведем. Это таблицы Хавкиной. Там не очень сложно, не очень много страшного. Но, да, Надежда Николаевна, совершенно верно. Таблица Хавкиной авторских знаков абсолютно ничего не менялась. Но раз вопрос возник, тогда просто вместе с ББК, раз уж они рука об руку идут, тогда мы про нее тоже посмотрим и помянем, и немножко по ресурсам пройдемся. Итак, коллеги, большое спасибо. На этом мы сегодня с вами нашу работу завершаем. Если вопросы остались или будут возникать по описаниям, что-то мы сегодня, естественно, не смогли найти... Ну, мы бы еще часов 10, наверное, просидели. Пожалуйста, в группу на Фейсбуке. И вопросы можно будет задавать там, в том числе и связанные с поиском определенных индексов. Если сталкиваетесь с проблемой, я думаю, что совместно мы с вами эти вопросы сможем решить. Когда будет вебинар по ББК, Татьяна Арестовна, пока не знаю точно. Знаю, что у нас следующий по библиографическим описаниям и ссылкам. А по ББК мы просто посмотрим, тогда вставим его отдельным таким бонусным вебинаром. И, естественно, заранее посмотрим по плану с Павлом Юрьевичем и заранее его. Константин Иванович, это, видимо, у меня сработал будильник, чтобы не пересиживали время вебинара. Итак, иду останавливать будильник, останавливаю заодно свое вещание. Коллеги, ну что ж, мы с вами завершили нашу вебинарную неделю на мажорной ноте. Приходите к нам на следующей неделе. Следующая неделя тоже будет интересная. В частности, в следующую пятницу будет вебинар по играфикации. Ну что ж, я хотел бы, как всегда, поблагодарить Татьяну за интересный вебинар. Вам тоже спасибо за активное обсуждение. Перед теми, кто не смог попасть заочно, извиняюсь, но, к сожалению, у нас всего 200 мест в нашей вебинарной комнате. Редко, но иногда бывает так, что комнаты переполняются. Так что в следующий раз старайтесь заходить заранее. За 15 минут открывается вебинарная комната, и вы можете сразу попасть на вебинар. Что ж, я с вами прощаюсь. До новых встреч в Директ Академии. Приходите, будет интересно. А мы вас всегда ждем и будем стараться проводить для вас интересные вебинары.